И сегодня на нашем канале стартует специальный проект Универсиада 2019. Какой он соперник Красноярска? Единственный конкурент Краевого Центра в борьбе за право провести у себя игры это швейцарский кантон Вале. Наша съемочная группа в составе небольшой делегации побывала в этом регионе Швейцарии и своими глазами увидела, какой он соперник Краевого Центра. Мы начинаем серию репортажей из Вале. Чем он живет? Плюсы и минусы нашего конкурента. Смотрите об этом в наших новостях. Сегодня рассказ о том, почему керлинг завоевывает мир, а также о легендарном склоне Кранцмонтана, мекке горнолыжного спорта. Спонсор проекта ОАО «Банк Москвы». Разведка стартовала. Дорога от Женевы, куда мы прилетели до нужного нам региона, кантона Вале, занимает пару часов вдоль Женевского озера. Бесшумный поезд везет делегацию Красноярска до станции, а оттуда уже на автобусе до так называемого центра керлинга. Первое место, куда привезла наша швейцарская сторона, это спортивный комплекс «Палладиум». Чтобы добраться до него, мы ехали полчаса по горному серпантину. И вот, наконец, мы здесь. Именно в этом месте проводили чемпионат Европы по керлингу в 2010 году. И также здесь пройдет, опять же, чемпионат Европы в 2014 году. Встречает нас главный тренер комплекса и по совместительству ведущий спортивной передачи. Майк Харрис из Канады, где керлинг в большом почете. Показывает нам мастер-класс, как правильно пускать камень. Сделать это непросто, все-таки он весит 20 килограммов. Плюс внутри холодно, всего 6-7 градусов. Летом в керлинг играют мало, поэтому неудивительно, что зал пустой. Но это помещение для тренировки. Предполагаемые состязания по керлингу во время универсиады будут проходить в соседнем зале, где есть трибуны. Кстати, здесь иногда тренируются и юниоры из России. В Швейцарии керлинг популярен, около 10 тысяч игроков. Я приехал из Канады, там играет миллион человек в керлинг, и это популярный вид спорта. В России он очень динамично развивается, потому что я знаю, что женская команда выиграла чемпионат Европы. Надеемся, что с олимпийскими играми керлинг будет набирать популярность. Лед для керлинга заливают особым способом. Он должен быть без воздушных пузырьков, иначе абсолютно прозрачным. У нас в Красноярске пока такого нет, но зато и само помещение. Во время универсиады предполагается, что состязания по керлингу будут проходить в арене «Север». Там надо будет изменить только технологию заливки льда. Пока счет 1-1. Второй объект, куда мы приехали, это легендарный склон Крансмонтана. Тут проходят соревнования мирового уровня. Крансмонтана сейчас мека горнолыжного спорта. Но и наш Бобровый лог не хуже. По основательности и по капитальным строениям Бобровый лог имеет свои преимущества. Конечно же, нужно поработать над коммуникациями, чтобы было у нас оборудование для осмотребельности вида спорта. На зоне выката должен быть монитор, камеры стоять по трассе. И тогда, я думаю, мы сравняемся и, может быть, даже будем намного лучше, чем на сегодняшний день мы здесь видим. К тому же, по словам замминистра, устанавливать легковозводимые трибуны российские специалисты умеют. Например, в Москве монтировались склоны для параллельного слалома на Воробьево-горах. Но есть у швейцарского склона одна небольшая особенность. В одном из этих шалей живет Роджер Мур, который когда-то сыграл Бонда, агента 007. Еще прогуливаясь по городку, можно увидеть знаменитости. Например, победителя Дакара Стефана Петранцеля. Правда, любовь богатых и знаменитых к этому месту отражается на ценах. Вот такая кружка со швейцарским флагом стоит 30 франков. Это примерно 1000 российских рублей. В спортивных магазинах цены тоже кусаются. В основном покупают экипировку для зимних видов спорта. Это куртки, брюки, флисовая одежда. Цена примерно от 800 до 1000 франков. В Красноярске в плане стоимости той же одежды все гораздо дешевле, что очень приятно для потенциальных туристов и зрителей состязаний. А это плюс. Так что пока первый бой между Красноярском и Кантоном Болезу за право проведения у себя универсиады закончился в ничью. Посмотрим, что будет завтра. Ирина Алиева, Александр Ермошенко. Новости.